Доброе утречко всем подписчикам и зрителям! Как помните, у меня давненько не было влогов на канале, но сегодня особенный день. Сегодня мы будем праздновать новый 2024 год, и этот влог я хочу провести, так сказать, вместе с вами. Поэтому, друзья, как всегда, присаживайтесь поудобнее и погнали! Так, зерна у нас есть. Правда, тут их немного надо подсыпать. А мы сейчас приготовим себе кофеек. Почему? Мой кофе готов. Так, ну все, народ, мы сели завтракать. У меня сегодня на завтрак творожок с вареньем и с остатками сгущенки. Вот, плюс я сейчас буду кофейком запивать. Все, желаю всем приятного аппетита! Так, ну а сейчас у меня начался батонный патруль, потому что каждый год 31-го числа почему-то в обед уже нет ни одного батона. Ну, понятно, что все идут покупать для икры, для рыбки. Вот, ну и плюс я сейчас заодно мусор выброшу. Ну, короче, я прям вовремя пришел, потому что через 3 минуты будут готовы уже классические батончики. О, как машина замерзла! Все, докупил необходимых продуктов. Сейчас хочу машину перегнать во двор, потому что сегодня у нас будут фейерверки мощные. Вот, поэтому нужно, короче, ее оставить в безопасности. Вот, смотрите, какой бесключевой доступ. Круто! О, теперь будет поярче. Так, ну все, в общем-то, я сейчас пришел домой. Нужно немного прибраться в гостиной, потому что, сами понимаете, с 4 декабря у нас тут полный бардак. Я еще на днях успел заснять свои обзорчики. Правда, за декабрь не успел сделать еще два обзора. Это вот такие вот наушники Edifier. Это вам некий эксклюзив такой. И обзор монитора на 34 дюйма изогнутого, там с 4К разрешением, 165 Гц. В общем, прикольный моник. В январе будет обзор. Ну что, ребятушки, вышли мы на прогулку. 31 декабря. Все как положено. Сейчас пока что день. Вот, погуляем, а потом придем и будем уже готовиться к Новому году. А сейчас мы пришли в местную кафешку. Взяли себе вот такой вот раф. Один на двоих особо есть не хотим. Так, чисто перекусить. Вот, такую печеньку и два курсана. Алиса, включи новогоднюю музыку. Это как раз подойдет под новогоднее настроение. Да. Алиса, включи елку. О, новогоднее настроение. Потихонечку стол преображается. Я еще хочу включить подсветку, которая вот там вот у меня за шторами. Алиса, Алиса, включи подсветку. О, ну сейчас ее плохо видно, потому что сейчас еще день. Вот, а вечером будет вообще прям замечательно. Нормально у нас тут шарики продержались практически три недели. Вот, некоторые даже еще до сих пор вон летают в воздухе. Ладно, сейчас, короче, здесь мы все приберем. Шарики тоже уберем. Их можно уже выбросить. Вот, и покажу вам нашу комнату, в которой мы сделали в сентябре ремонт. Так, вот эти три шарика я пока что решил оставить и привязать вот так вот к кроватке. А эти можно уже будет выбросить. Ну, а сейчас, друзья, пока есть время, давайте я вам покажу, что мне подарили компании, с которыми я сотрудничаю. Заглядываем под нашу елочку красивую. Первый подарок от компании Viva. Мне приехала вот такая вот открыточка. С Новым годом! Здесь у нас, дорогой друг, зимой всегда хочется согреться в кругу родных и близких. Ну, там длинный текст, я читать сейчас не буду. Просто в конце написано, спасибо, что в этом году были с нами, с любовью, команда Viva. И они мне подарили вот такие вот прикольные варюшки. Это именно варюшки, не перчатки, с логотипом Viva. Давайте сейчас померю. Я эти, конечно, подарки уже видел, но мерить я еще их не мерил. Прикольные вообще, просто мне никогда не было. Ну, в детстве были варюшки, а вот в таком подростковом возрасте уже не было. Для холодных, зимних прогулок вообще прикольно. Да, мы как раз сейчас очень стали часто гулять. И еще они мне подарили вот такой вот синенький прикольный шарф, тоже с логотипом. Правда, тут логотип не Viva. И вот, вот. Здесь логотипчик вот такой вот, типа человечек. Угу, типа робот. Семьи. Да. Короче, вот такой вот длинный шарфик. Что-то мне жарко, короче, я пока что сниму. Вот. И сейчас второй подарок покажу. Вообще, на самом деле, должно было быть больше подарков. Один подарок, я не знаю. Мне компания сказала, что типа его отправят. И должен был приехать в четверг. Но как-то так получилось, что он ко мне не приехал. Может быть, курьеры решили не приезжать уже перед Новым годом. Может быть, не знаю, может быть, компания вообще забыла отправить. Короче, ладно. Ну и второй подарок мне пришел в пакете этого, ну, курьерской службы. Там лежала вот такая вот сумка. Здесь вы можете увидеть надпись RUTUBE. Значит, первое это футболочка. Футболка размера L, но как бы мне жена говорит, что это оверсайз. Да, у нас удлиненная линия плеча вот этого. То есть не короткая, а удлиненная футболка. Но она выглядит так-то прикольно. Да, она клевая. Была бы все-таки она по размеру поменьше, было бы вообще замечательно. Но надо померить. Следующее это вот такие прикольные носки. На них написано... Кстати, на футболке что у нас какие надписи-то есть? RUTUBE, по бокам логотип R, сбоку смотри, загружай. А, смотри, создавай, загружай. Вот такая вот надпись. Носок упал. Да. И сзади тоже надпись RUTUBE. Ну, довольно лаконично. Так, тогда же смотри. Прикольно, да, прикольно. Короче, носки тоже. У них снизу написано RUTUBE. Здесь сбоку тоже смотри, создавай, загружай. Мне как раз нужны были носочки и вот прям представить то, что нужно. Вот такой, короче, блокнотик RUTUBE фирменный. Можно сюда какие-нибудь себе планы записывать по видео. Заметочки. Да, заметки и вот такие вот наклеечки тоже RUTUBE. Сейчас, друзья, я предлагаю одеть вот этот наряд. И сегодня целый день в нем ходить, отмечать Новый год. Прикольно же? Да. Прикольно. Давай, одеваемся. Ну, все, друзья, как видите, я приоделся. Вот такая у меня будет сегодня футболочка. В Новый год буду отмечать в ней носочки RUTUBE. Потому что этот ролик у нас выйдет тоже на RUTUBE. Вот так у нас футболка выглядит сзади. Вот, запиши вот эти вот рукава. Вот эти бицепсы запиши. Написала. Логотипчик. Вот так вот можно ходить за продуктами. Да ты просто модник, я тебе скажу. Вообще я гламурный. Носочки беленькие. Все остальное такое черное. Ну, и штаны черненькие. И все остальное синее. Прикольно? Все, короче, надо раздеваться, идти мыться, нарезать салат. Потому что там уже картошка с морковкой остыла. Как будто бы ты нарезать его собрался, да? Нарезать его меня. Я буду помогать. Знаешь, в чем моя помощь заключается? Приносить на кровать на стол. А, ну это тоже неплохо. Хорошо. Да. А, ну и самое главное, я, короче, это оператор. Я записываю, как ты режешь. Это очень сложная работа. Так, ну а сейчас, друзья, давайте я вам покажу комнату, какая у нас получилась после ремонта. Значит, так вот проходим, проходим, проходим. И, собственно, вот такая вот комната. Тут у нас все осталось на своих местах. Единственное, что поменяли пуфик. Вот эту консоль. Она у нас сейчас на стене висит. Плюсом, кстати, я Кристине еще сделал здесь такую подсветочку, припаял. Вот она. Короче, когда здесь на зеркале нажимаешь кнопку, подсветка загорается и за зеркалом, и там под консолью. Поставили камеру, чтобы наблюдать за Марком. У нас кроватка пока что здесь, возле нашей кровати стоит. Это пока что я ее сюда передвинул. Вот здесь, собственно, повесили телевизор. Прикольно можно смотреть фильмы, мультики. Вот эта подставка для обуви, она у нас временная, потому что на ней стоит увлажнитель воздуха, космонавт, часы. Вот. Собственно, вот такая вот у нас получилась комната. Ну и люстра прикольная. А, и там, кстати, тоже тумбочка раньше была икеевская, а сейчас у нас такая вот мраморная. Пульт от телевизора. Весы, пигук. Вот. Ну давайте я вам с этой еще стороны покажу. Вот такая вот у нас комната. Я думаю, получилось прикольно. Вот такая светленькая. Единственное, что мы еще не успели заказать, это покрывало. Мы одно покрывало заказали, а оно оказалось другого цвета. Оно такое золотистое, а нам золотистое не хотелось. Телевизор у нас 55 дюймов. Там, когда его включаешь, загорается за ним подсветочка. В общем, прикольно, прикольно. Мне нравится, как получилась наша комната. И самое прикольное, что еще здесь можно сделать, смотрите, Алиса, включи ночник. То есть тут полностью комната управляется с умного дома, Алиса. Выключи свет. Все, вот видите, у нас комната полностью такая темная стала. А еще, короче, я настроил, мы тут передвигали выключатель, потому что он у нас был вообще прям там. Мы его сдвинули сюда поближе. И здесь, получается, эта клавиша, она работает на включение света. А правая, левая, точнее, клавиша, она работает на включение подсветки. Вот там вот, за, ну, где гардина. Прикол в том, что она тоже управляется с помощью Алисы. Алиса, включи подсветку. Вот видите, так же, как в зале загорается подсветка, только прикол в том, что здесь ее даже лучше видно. Она как-то поярче. Вот. Ну, там можно вручную уже поменять цвет, какой захочешь. Я вот сделал такой фиолетово-синий. Так, что еще можно сделать, Алиса? Выключи ночник. А сейчас будет прикольно это то, что мы потом уже докупили. Это такой вот проектор звездного неба в виде космонавта. О, смотрите, как прикольно выглядит на увлажнителе. Ну-ка, давайте попробуем добавить больше увлажнителя. О, вообще красота. Как в ночном клубе, да? В общем, вот такой вот у нас эффект на потолке. И тут можно лежать просто, можно еще музычку какую-нибудь включить. В общем, смотрится прикольно. На видео это даже менее прикольно, чем в жизни. Прям залипательное, я бы так сказал. Так, а вот здесь вот на выходе мы еще повесили такой датчик температуры влажности. Он же еще показывает давление. Тоже можно узнать через Алису. Алиса, какая влажность в комнате? Влажность 46%. Вот видите, увлажнитель недавно только начал работать, уже 46%. До этого было 30 или 32, что-то такое. Так, еще из некоторых изменений, которые произошли в нашей квартире, так скажем, с сентября месяца. Да, висит планшет, старенький iPad. Он выполняет функцию умного дома. Правда, не Алиса, а здесь Siri. Но, тем не менее, удобно, когда ты зашел в квартиру, можно тихонечко включить, выключить какой-нибудь свет, отрегулировать. Вот, например, свет в коридоре можно сделать, например, поменьше. Вот так вот. Можно добавить. Вот так вот. Видите, все это управляется. Так, свет в коридоре. Ну-ка. Опа. Все. Прикольно. Кстати, некоторым хейтерам привет, которые сказали, что через месяц он у тебя вздуется, сломается и так далее. Как видите, планшет до сих пор работает. Он у меня стоит на зарядке. Вот видите, всегда 100%. Проведено это все в короб. Аккуратненько сделано так вот лунка под домофоном. Мы еще хотели домофонную трубку поменять, чтобы она была более беленькая, потому что она, видите, старенькая уже эта. И появился у нас вот такой вот встроенный шкаф под всякий там, ну, инвентарь для уборки. Вот. Здесь у нас хаб, датчики открытия дверей. Все это работает. Короче, когда дверь открываешь, здесь автоматически загорается свет. Тоже прикольная автоматизация. Но шкаф мы сделали специально для того, чтобы хранить здесь всякий инвентарь. Давайте я вам покажу. С пылесосом очень удобно, потому что здесь есть розетка. Она у нас, видите, выведена сразу в шкаф. То есть, ты просто подключаешь. Вот он у меня сейчас зарядился. Я вас так отключаю. Все, можно пользоваться. Надо его, кстати, почистить. Вот. И из изменений еще, что я вам хотел сказать. Там, короче, вот сейчас плохо видно. Вот там вот у нас находится распределительная розетка. Ну, как бы это, где провода все. Вот. Мне электрик или знакомый, короче, пришел и сделал дополнительно еще вот здесь розетку. Она, видите, какая. Там два USB и розетка. Вот как раз-таки одна USB-шка, она занята вот этим iPad'ом. Он все время питается. Вторая USB-шка пока что свободна, но там, скорее всего, будет когда-нибудь выведена камера. Не знаю, либо она будет здесь висеть, либо она будет висеть в общем коридоре. Я пока еще не решил. Вот. И там розетка, она будет занята роутером. Вот такой вот у нас получился шкафчик. Мне кажется, прикольно получилось. А, и, кстати, самое главное, то, что он у нас полностью симметричен вот тому шкафу. То есть, видите, он прям идет один в один. Видите, пойдем, идти косточку там. Пойдем, пойдем, пойдем. Праздничную новогоднюю косточку. Видите, где они у нас вот здесь? Нет? Ты ждешь? Очень сильно ждешь? Так, где они у нас? Очень сильно хочешь новогоднюю косточку, да? Вот они. Их очень любишь. Но я тебе целую не дам, потому что ты потом наглеешь у нас. Так, я тебе дам половинку, хорошо? Сейчас. О, вот такая вот, смотри. Куда ты? Даже спасибо не сказала. О, смотрите, какие сугробы у нас тут во дворе. Офигеть вообще. Каждый Новый год мы что делаем? Мы идем в баню. Не, на самом деле я шучу. Я, короче, пошел выбрасывать мусор. Ну и заодно схожу, наверное, в последний раз в свой фитнес-центр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Красно-белым Хочем пожелать вам всем здоровья, счастья и, самое главное, семейного и финансового благополучия. С Новым 2024 годом!